Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут» и в гостях у меня сегодня Константин Михайлов, художественный руководитель и дирижером молодежного камерного хора РГУ имени Есенина и Алина Лаврентьева, хормейстер. Здравствуйте, ребята! Ну вот в первую очередь расскажите, пожалуйста, Анна, что из себя представляет молодежный камерный хор? Как давно он существует? Молодежный камерный хор на сегодня – это где-то 15 молодых людей, любящих музыку, активно занимающихся творчеством. История богатая, уже где-то 8 лет существует хор. Я как руководитель руковожу им где-то 5,5 лет. За это время достигли каких-то определенных вершин на своем уровне. Самое, я бы сказал, достижение такое большое – это в конце марта мы ездили на международный конкурс в Прагу, в Чехию. Там заняли в двух номинациях. В номинации «Духовная музыка – золото», в номинации «Смешанные хоры – серебро». Алина, а вот расскажите мне, пожалуйста, кто такой хормейстер? Чем занимаетесь? Хормейстер занимается репетиционной в основном работой в отсутствии дирижера или, в принципе, его присутствия. В принципе, это такая работа черновая, можно сказать. Он изучает с хором нотный текст. Ну, в принципе, работает над нюансами. Всю основную работу, то есть обязательно у дирижера, особенно в больших коллективах, есть два-три хормейстера. То есть, как сказать, выучка нот с самого начала произведения. И вот разбор отдельный с разными партиями как бы учит – это хормейстер его работы. Вот дирижер уже как бы работает в целом над произведением. Вот Алина Лаврентьева – наш тоже сотрудник нашего хора и очень успешный музыкант, я бы сказал. Вот у нее уже богатый опыт работы с хорами. Вот и мы, наш коллектив будет выступать 24 апреля на Виноградском фестивале. Вот Алина будет дирижировать там. – А вы сказали, что более 15 человек. Это постоянный состав или он как-то меняется? Люди приходят и уходят? – Знаете, люди меняются. Но сейчас впервые, наверное, за всю историю коллектива сложился такой костяк. Самое главное, я думаю, в любом коллективе – это костяк. Сейчас настолько эти люди подходят друг к другу по какому-то духовному состоянию. Настолько друг друга понимают, как большая семья. То есть этот костяк сейчас сложился. А порядка 10 человек. Но остальные некоторые прилепляются, отлепляются, меняются. Это, конечно, как и в любом коллективе сейчас. – А вот в общих словах, что такое камерный хор? – Ну, хоры бывают просто по размеру. По размеру и по репертуару соответственно. То есть малые хоры до 26 человек идут. Средние – до 26, до 60 человек. И большие хоры от 60. Это и там, ну, уже безгранично. До 150 человек – это вот такие критерии в основном. – И есть какой-то определенный жанр? – Ну, жанр он есть, конечно. – Какой? – У нас основное направление – это все-таки, ну, исконно русское, творческое, академическое направление. Это духовная музыка и русские народные песни, обработки. Конечно, еще помимо этого мы и к современной музыке обращаемся, и к эстрадной музыке. Ну, все как бы в пределах. Если это эстрадная музыка, то это не попса, как сказать. Это обработки для хора такие солидные, серьезные. «Святый бессмертный, унилуй, унилуй, святый бессмертный, унилуй, святый бессмертный, унилуй». Ребята, какую музыку вы любите слушать? Вот, ну, хор – это хор, да? А вот дома где-нибудь там в наушниках, я не знаю, какие предпочтения? Те же самые, которые у вас в хоре преобладают или нет все-таки? Может быть, там тяжелый рок, я не знаю. Нет, в последнее время вот я, например, слушаю много хоровой музыки. Раньше я вот такого, ну, слушала в основном инструментальную обработку там. Вот, и сейчас больше хоровой музыки. А вы, кстати? Я вот, честно сказать, я вот все люблю. Вот мне, знаете, некоторые говорят, вот этот попса, вот это плохо, еще что-то плохо. Я все люблю, но я люблю просто на высоком уровне. Я даже вот, когда, например, смотришь по телевизору, передача какая-то идет, сразу видно, то есть на каком уровне это все проходит. Фильм какой-то смотришь, снят. Не знаю, какой комедия, не комедия. Вот если видишь, что как бы вот эта работа, как бы, ну, сразу-сразу вот это сердце трогает. То есть и музыку тоже самое. Ну, если взять там того же Макаревича, там еще каких-то таких вот, так сказать, глыбы. Глыбы в разных направлениях, в жанрах. А все-таки есть любимая группа или любимый исполнитель какой-нибудь? Макаревич? Нет, 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 нет. Вот, ну, у меня там разные уроки, и дипепл, вот, и как бы, ну. Ребята, у вас много дипломов, наград, вот, какие-то самые запоминающиеся выступления. О них можете рассказать? Да, ну, для меня они, честно сказать, все запоминающиеся, когда с кровью в сердце, с радостью в душе, как сказать, вот, были даны. Вот, ну, вот, последний, последний-то диплом. Куда? А, давайте в камеру покажу. Ага, а вы рассказывайте. Как раз два диплома в номинации «Духовная» и «Светская музыка» вот в Чехии мы заняли, получили диплом «Золотой» и «Серебряный». Значит, конкурс проходил в декабре 2013 года «Свешников и современность». Московский областной хоровой фестиваль-конкурс «Свешников и современность». Вот, мы на нем заняли второе место. Особенно, что было приятно, сейчас я найду грамоту, что этот конкурс был не любительских коллективов, которым мы являемся, а это и профессиональных, и учебных коллективов, то есть это музыкальные, вот, музыкальные вузы, музыкальные училища там принимали участие. И вот среди таких, как сказать, профессионалов великих, я бы сказал, мы заняли второе место, как говорится, иногда второе дороже первого, вот это вот в этом случае. Ну и какие планы у вас на будущее, ближайшее, далекое? Олин, какие у нас планы? На Градовский фестиваль. На его самые ближайшие планы. Вы знаете, у нас как-то все срастается так, что мы учим программу, мы работаем без устали, у нас репетиция проходит где-то 2-3 раза в неделю, по 2 часа в вечернее время, где-то с 8 до 22, с 8 до 10 часов вечера. Ребятки с полной отдачей работают, а в плане каких-то выступлений оно само собой как-то находится. Вот раз конкурс, мы на конкурс готовимся, раз в фестивале. Ну, в Рязани мы уже, как сказать, как такие постоянные участники всех фестивалей, конкурсов, каких-то концертов. У нас в Рязани проходило несколько концертов именно нашего коллектива, целиком полностью, в филармонии, в художественном музее. То есть вот мы даем полностью свои еще концерты, помимо участия других. Чем особенно хочу что-то ответить. Сейчас я давно уже не слышал, чтобы, например, приезжал какой-нибудь хор или коллектив и в чистую давал звучание акапелла, например, 2 отделения. Но я просто такого не слышал. Даже заслуженные мэтры приезжают к нам в филармонию, все. То есть там уже начинается с сопровождением, солисты, как бы, вход. Это очень тяжелый, я бы сказал, труд. И я безумно благодарен тем людям, с которыми я работаю, с которыми мне честь просто работать. Хочу сказать, что не все и большинство – это не профессионалы, как сказать, высокого уровня. Но благодаря вот их любви к делу, отдаче, вот, мы, получается, добиваться именно как раз таких высоких профессиональных результатов. Вот, что некоторые даже профессиональные коллективы, вот, ну, особенно у нас в Рязани, как сказать, ну, как-то вот не получается. Что ж, ребята, удачи вам, и чтобы вдохновение никогда, вдохновение никогда не покидало. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Константин Михайлов и Алина Лаврентьева. Молодежные камерные хоры РГУ имени Есенина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова